А телевизионные бредни, что такое, да? Один из каналов в очередной раз и в сотый, и в двухтысячный скажут, что смотреть нечего. Мало того, реклама там вот такая. Типа газ придет в ваш дом. Да газ давным-давно пришел в ваш дом. В каждый дом, в житель СССР, пришел газ лет 55 назад. В жиженом состоянии. Пропан-бутановая смесь. Естественно, мы научились готовить. Естественно, согреваться. Естественно, нам было всегда комфортно. Потому что любимые баллончики 40-литровые, 20-ти, 17-литровые, 5-литровые и литровые. И все казалось бы великолепно и счастливо, но научившись, допустим, употреблять хорошие напитки алкогольные, ну, один-два сорта водки, потом винца там, один-два сорта, мы не научились жить грамотно. И почему-то люди решили сэкономить на собственной безопасности. То есть берут, допустим, старый газовый баллон, который уже, может быть, и ослужил свой век, едут на автомобильную заправку и пытаются его заправить. И в результате взрыв, в результате вы теряете и имущество, и здоровье, и иногда и жизнь свою, и того человека, который рядом с вами работал. Но фирма-то существует, МГАЗ, ну, тот самый Горгаз, который в свое время и заправлял эти баллоны. Ничего не изменилось за 50 лет, фирма стала только еще краше, еще лучше и работает по-современному. И сегодня мы вам покажем, как грамотно дружить с тем самым газом, который пришел 55 лет назад в ваш дом. А сегодня это способ и согреться, и приготовить пищу, и съездить на рыбалку, ну, и вообще жить, не завися от той самой желтой трубы. Если что-то из вышеозвученного вы не знали, то это только потому, что слово «взрыв» вызывает, мягко говоря, истеричную реакцию. Помните, как исчезла натриевая и кариевая селитра под предлогом борьбы за экологически чистые овощи? Тут много умом непонятого, но отсутствие информации порождает безграмотность населения. А вот безграмотности и религиозный экстремизм, и многое из того, чем нас пугают. Хотя более страшными становятся вещи, случаемые внезапно. Взять, к примеру, недавний случай взрыва на крыше. Просочившийся в прессу. Естественно, бабахнула проводка. Официальная версия. Но что чаще всего на крыше делают? Кровлю ченят, естественно, используя газовые баллоны. Что, что-то странное я произнес? В бытность того еще СССР, в котором терроризма не было, селитра продавалась мешками. А газом в баллонах пользовался каждый первый. И никому и в голову не приходило забывать про технику безопасности. Тем более экспериментировать с собственной жизнью. Великодержавная Россия, сломав к чертям все правильное, позволила человеку забыть человечное. Заботу о собственной безопасности. И вот бабушка прется на автозаправку с древним баллоном. И гость из обнищавшего пригорода пытается с помощью ржавого баллона заработать на жизнь. А тому перцу с автозаправки абсолютно чихать на то, что произойдет далее. Он свою деньгу получил. И я вам не показывал ужастики, их хватает. Я вам покажу, как надо работать с газом и к кому обращаться. Если вы цените собственный комфорт и безопасность. Давайте в сути заложены еще в прошлом веке. Итак, самый безопасный, самый тяжелый газ, пропанобутановую смесь, продавить через тысячекилометровые трубопроводы сложнее, чем метан. Да и честно, 60 лет назад этих трубопроводов не было. Зато были железные дороги. А газ сжижать научились еще 300 лет назад. В город Магнитогорск и 60 лет назад, и сейчас, компания МГАЗ возит его цистернами. И затем уже разливает на газораспределительной станции. Здесь сегодня хранится запас газа, достаточный для удовлетворения потребностей и села, и города. А еще и автопарка, стремительным образом переходящего на газ. Кстати, почему ЖД доставка предпочтительней? Да очень просто. Количество аварий на железке на несколько порядков ниже, и это очевидно. Теперь куда лить газ? И естественно, в наши любимые красненькие баллоны. В Турции они синенькие, в Таиланде серебристые. Баллоны сделаны из стали, и естественно, они могут проржавить, и это нехорошо. Вентили и редуктора из более хрупкого материала, и это пропорционально нехорошо. Здесь все без исключения баллоны тщательным образом проверяются. И если есть хоть малейшие сомнения, извини, дорогой, ты свое отжил. Секир башка после выпаривания, соответственно, и дальше в переплавку. И только потом послужишь. Справедливости ради заметим. Большая часть баллонов находится в работоспособном состоянии, и после проверки подвергается покраске, и ради бога. Газовый баллон – это работяга, а не предмет фетиша. Поэтому заниматься коллекционированием красненьких, новеньких таких баллонов не стоит. Теперь сколько заливают. Ну, вес газа определен уже давно, и льют сколько надо, а не по 5-10 литров, как на той заправке. Если тяжело поднимать на крышу или ехать на дачу, ну, возьмите баллон меньшего объема, и они, естественно, есть. Теперь самое главное – герметичность. Обмыливание – процедура из важнейших, и если есть утечка – баллон на слив и ремонт редуктора, либо адьез. Итак, процедура, надеюсь, понятна. Самое главное – понимать, что вся технологическая цепочка есть только у одной фирмы – МГАЗ. Поэтому сдаем пустые баллоны, получаем новые, а бредни из старьё на новьё, и обратно – это бредни. Надо ли ехать в Магнитогорск, и насколько это удобно? Ну, естественно, в любом районном центре было, есть и будет представительство. Естественно, специальными машинами довезут до дома. Кстати, если уж кому-то и не втерпёшь, на сети фирменных заправок есть обменные пункты, и газ, естественно, в наличии. Итак, в заключении поблагодарим фирму МГАЗ за возможность сделать научно популярный и будем надеяться полезный сюжет во благо вашего комфорта и безопасности. И однозначно порекомендуем вам прекратить эксперименты и жить с газом в доме, поставленном вам фирмой МГАЗ. МГАЗ.